В Гранаде завершилась неформальная встреча глав Франции, Германии, Совета Евросоюза и Армении, на которой стороны обсудили армяно-азербайджанское урегулирование. Тему продолжим с гостем на прямой связи со студией доктора юридических наук, чрезвычайный и полномочный посол Нами Калиев. Нами Камалин, здравствуйте. Добрый день, Руслан. Азербайджан, как мы знаем, отказался от встречи в связи с поведением Франции. А встреча состоялась с участием главы Евросоюза, Франции, Германии и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, где на этой встрече был сделан ряд заявлений, а также была предложена трехсторонняя встреча в Брюсселе. Чего ожидать от этой трехсторонней встречи, которая пройдет в Брюсселе? Ну, я думаю, что трехсторонние встречи с глав Азербайджаном и Арменией, США, Шар-Мишельем, они на протяжении всего этого периода как-то себя оправдывали. Мы видели те усилия, которые предлагает Шар-Мишель для того, чтобы стороны нашли основы для взаимопонимания друг к другу, чтобы встречи проходили достаточно продуктивно. И при этом позиция Евросоюза выглядела объективной, непредвзятой и достаточно конструктивной. И вот именно эти трехсторонние встречи, они в принципе и создали определенные условия для продвижения мирового процесса. Но тогда, когда в этот формат вмешались некоторые политические деятели Европы, будь то главы тех или иных государств, будь то другие лидеры Евросоюза, вот этот формат начал давать сбой, и бруссельская площадка, европейская площадка начала буксовать. Поэтому то, что сегодня мы слышим о том, что планируется в конце октября встреча в рамках трехстороннего формата, это результат провала той встречи, которая имела место в Гранате. Это результат того, что предвзятая позиция определенных лидеров европейских государств привела к тому, что Азербайджан потерял доверие вот к этому формату и вынужден был отказаться от этой встречи. Участие в этой встрече в Гранате предвзятой и откровенно предвзятой Францией, и при этом противодействие тому, чтобы в этой встрече участвовал государство этого региона, то есть Турция, которая непосредственно относится к Южно-Павказскому региону, которая непосредственно заинтересована в установлении мира в этом регионе, это показатель того, что Франция не желает установления стабильного мира в этом регионе. И своими действиями, своими рассказываниями, своими актами, которые принимал парламент Франции, способствует нагнетанию обстановки. И дошло до того, что даже Пашиняну пришлось советовать Макрону о том, что не надо эскалировать ситуацию, и давайте не будем якобы применять в отношении Азербайджана санкции, хотя непонятно, что этими санкциями от Азербайджана требовалось бы. Этнической чистки не было. Азербайджан за свои территории не выходил, освободил свои территории, восстановил территориальную ценностность. И у Азербайджана, как это ни странно и удивительно для некоторых европейских политиков, у Азербайджана нет проблем с международным правом. Потому что и 44-дневная война 2020 года, и локальные антитеррористические мероприятия в 2023 году, они все основаны на нормах международного права, на выполнении резолюции Совета безопасности ООН и ориентированного достижения стабильного прочного мира на Южном Кавказе. Цель некоторых политиков – это через эскалацию напряженности на Южном Кавказе, через искусственное создание проблем для стран этого Кавказа, обеспечить свое присутствие, вхождение в регион Южного Кавказа с тем, чтобы вмешиваться в дела стран этого региона. Я думаю, что в этой связи нам надо четко представлять, и я думаю, что создались достаточно благоприятные условия для возобновления переговоров и деятельности формата 3 плюс 3, когда вот этот формат сможет защитить интересы стран региона. Нерегиональные игроки должны иметь в виду, что прежде всего в решении вопросов региона ведущее решающее слово за странами этого региона, прежде всего за тремя странами Южного Кавказа. Если они найдут возможность договориться между собой, никто со стороны не имеет никакого права вмешиваться в этот процесс. Гарантией мира в этом регионе является миролюбивая позиция всех этих трех стран. При этом мы все четко понимаем, что для поддержки этого процесса и для обеспечения мира в регионе важна позиция трех других соседних стран этого региона, которые вот в этом формате 3 плюс 3 должны обеспечить и гарантировать безопасность этих стран, естественно, без вмешательства в их внутренние дела. И тогда безопасность и независимость, суверенитет стран этого региона будут обеспечиваться в рамках вот этого формата 3 плюс 3. И необходимость во всяких миссиях, во всяких присутствии каких-то наблюдателей, она просто отпадет. А вот говоря как раз о формате, о трехстороннем формате, который будет в Брюсселе, после приглашения уже Шан Мишель объявил о том, что приглашение сторонам уже сделано на эту встречу. Как вот на фоне того, что Никол Пашинян уже официально признал территорию Азербайджана своей подписью, если раньше он мог вести вот эту свою двойную политику, сейчас уже подписана и официально признана территория Азербайджана. Как вот это подписание повлияет на трехстороннюю встречу и на подписание мира в целом? О чем это говорит вообще? Я думаю, что, конечно, подписание, которое имело место в Гранаде соответствующих документов, оно имеет важное значение для создания соответствующей атмосферы, благоприятной атмосферы в Брюсселе. Потому что мы, в принципе, четко понимаем, Азербайджан не раз сталкивался с тем, что армянская сторона периодически отказывалась от своих подписей, от тех обязательств, которые она себя брала, искажала содержание тех или иных документов. В общем-то, относилась достаточно вольно к тем или иным документам или к тем или иным обязанностям, которые на нее возлагали эти документы, к тем или иным обязанностям, которые она на себя брала. Поэтому мы к этому уже привыкли. Но с учетом ситуации, статуса положения вещей, с учетом того, что реализация мирного процесса сегодня отвечает прежде всего интересам самой Армении, мы надеемся, что подпись эта будет иметь достаточно важное и серьезное значение для самой Армении, самих руководителей, политических деятелей Армении. И те обязательства, которые Армения берет на себя, она будет выполнять. Выполнение этих обязательств гарантия того, что на Южном Кавказе будет мир и без всякого вмешательства нерегиональных сил, без всякого вмешательства тех стран, которые больше всего стараются внести раскол и эскалировать ситуацию на Южном Кавказе. Если эта встреча пройдет в конструктивном русле, то я думаю, что страны выйдут на подписание и мирного договора, и на делимитацию, демокрацию границ. И для этого присутствие нерегиональных сил здесь просто будет излишним. Поэтому от этой встречи в Брюсселе, я думаю, что очень много будет зависеть. И надеюсь, что тот конструктивизм, который всегда проявлял Шарль Мишель, он и в этом случае сыграет свою определенную роль. Как раз говоря о присутствии нерегиональных сил, та же самая Франция, благодаря которой Турция не смогла участвовать в Гранаде, тем самым Азербайджан также отказался от этой пятисторонней встречи. Эммануэль Мактон сделал некоторые заявления, мягко говоря, ложные заявления во время пресс-конференции, при этом отметил, что он против введения санкций против Азербайджана. Как вы думаете, с чем это связано? Это вновь двойственная политика или это связано с чем-то другим вообще? Вы знаете, при всем моем уважении и к народу Франции, и к ее истории, и самой стране, я считаю, что с политиками ей немного не повезло, потому что на протяжении сроков пребывания на своем посту президент Макрон настолько дискредитировал себя как политик и настолько дискредитировал вообще звание президента, что это просто невероятно. Посмотрите, постоянная ложь, постоянное искажение фактов, постоянное необоснованное обвинение. Ведь как можно говорить о том, что Азербайджан имеет проблемы с международным правом? Заявление, которое не вписывается ни в какие рамки. У Азербайджана было оккупировано 20% его территории. 20% территории, это еще и тому же миллион беженцев. То есть при этой ситуации, в этой ситуации говорить о том, что это у Азербайджана проблемы с международным правом, и при этом не замечать Армению, это, по-моему, сверх всяких сил. Азербайджан выполнил 4 резолюции Совета Безопасности, которые должен был выполнить сам Совет Безопасности, членом которого является Франция. У Франции надо спросить, у французов, точнее, у Макрон, почему они не выполнили вот эти резолюции? Почему другие резолюции выполнялись волнееносно, а вот эти резолюции, именно касающиеся Азербайджана, освобождения его территории, они просто не выполнялись и игнорировались. У кого проблемы с международным правом в этом случае? Кто не выполняет свои решения? Поэтому здесь, я думаю, что надо четко понимать, что подобные заявления, подобные факты, искажения реальной действительности, оно не служит имиджу того или иного политика, того или иного главы государства. Тем более, когда речь идет о том, что Турция, как я уже сказал, региональный актор этих событий, переговоров, участник всего того, что происходит в регионе, была лишена по инициативе Франции возможности участвовать во встрече в Гранаде. Участвуют вне региональные игроки, региональных игроков не допускают. Где логика, где международные права, с какой целью это делается, с целью неучета интересов региона, с целью продвижения своих интересов, для того, чтобы привести регион к эскалации. Сегодня, когда Азербайджан вышел на свои государственные границы, постановил суверенитет на всей своей территории, есть все условия для того, чтобы в регионе был обеспечен мир. Тем более, что руководство Армении сегодня ведет достаточно сдержанную политику, сдержанно ведет себя вот в этой ситуации, что посылает очень положительные сигналы о том, что они готовы к продвижению мирного процесса. В этой ситуации Франция эскалирует, Франция создает напряженность, Франция предлагает, выносит вопрос на рассмотрение СОББЕЗа, предлагает ввести санкции и так далее, и так далее. Что это такое? Здесь уже стало ходящим мемом о том, что Макрон больше обменил, чем Пашинян, больше печется об интересах Армении, чем Пашинян, но это уже настолько явно, настолько смешно, настолько несерьезно, что для лидера той или иной страны настолько проявлять свои интересы, не знаю какие, наверное, правоохранительным органам можно было разобраться и нужно разобраться, с чем вызваны эти интересы. Здесь политика не пахнет, потому что если член СОББЕЗа, вместо того, чтобы разряжать обстановку, он эскалирует ее, создает напряженность, то здесь, очевидно, какие-то интересы, и я не думаю, что интересы связаны с мировлюбим, с мировлюбимым процессом, с мирным процессом на Южном Кавказе и со стремлением установить мир. Поэтому здесь возникает немало вопросов. Благодарю вас, Найкор, за ваши ответы. Напоминаю нашим зрителям, что на прямой связи со студией был доктор юридических наук, чрезвычайный и полномочный посол Наймик Алиев. Продолжение следует...